Весна 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 Ну а в отпуске, особенно тем, кто поедет на Святую Землю, можно будет почитать прелюбопытнейшее научное исследование. Оно уже стало сенсацией в Европе. У меня в отпуске. Где же края еда? Это книга профессора истории Тель-Авивского университета Шлома Занда. Научный взгляд на историю еврейского народа. Я подумал, что у меня есть на это право, поскольку я израильтянин и еврейского происхождения. И я задался вопросом, действительно ли еврейской нации несколько тысяч лет. Как историк, я понимаю, что это не так. Еще один искатель правды. Красавец. Никого не боится. Религиозные фанатики, это вам не критики Фоменко. Покалечат или того хуже сожгут, как Джордана Бурна. Какие-то народы существуют, но я не думаю, что существует и еврейский народ. Он мгновенно вызвал большие споры, если не сказать скандал. Ведь Занда разрушил статус-кво еврейской национальной историографии. У него своя правда, у его оппонентов своя. Но истина отнюдь не посередине. Она, как линия горизонта, всегда дальше у любых представлений. И выбирать приходится из двух зол. Искать ее, вечно ускользающую истину. Или смириться с иллюзией ее обладания. Тут каждому свое. Два слова с кровью, вырванное из прописной истины. Правосудие присуждает каждому свое, причем тут боги. Получили дурную славу, как вывеска над воротами Бухенвальда. Но смысл ее от этого не изменился. Каждый держит ответ за свой выбор сам. И уж точно за то, как и на что потратить такую важную часть жизни, как отпуск. Враги распяли Петра вниз головой в Риме, Андрея на косом кресте в Греции. Пятью копьями пронзенный пал Фома в далекой Индии. Сбылось то, что они предпочли для себя. Апостолы Христа один за другим умерли мучительной смертью. Все. Или почти все. Сбылось и другое. Пропал Иерусалим, как будто и не существовал на свете. Тьма забвения поглотила город святого примирения на долгие годы. На месте арабского поселения Эль-Кутс крестоносцы возводят новый Иерусалим. Что-то построили, что-то реконструировали. Мечеть Амара они превратили в церковь храма Господня. На горе Сион открыли в зал тайные вечери. На месте мечети Алакса поставили церковь храма Соломона. Интересный город, хоть и не самый древний. И стоит в стороне от торговых путей. Полезных ископаемых нет воды, и той всегда было мало. Почвы неплодородные, и всего-то один квадратный километр площади. На центр мира явно не тянет. Но! Не поддающийся никакому описанию, душевный подъем охватывает меня всякий раз, когда я приезжаю пройтись по его тесным улочкам. Я иду пою и о Долорозе. С этого места, где когда-то стояла страшная Антониева башня, и начинается путь скорби. Отсюда Пилат вывел Христа к толпе, воскликнув, «Вот человек!» Это подвал дома, построенного на месте римской тюрьмы, в которой содержались Христос и разбойники. Здесь Господь упал. Здесь Он встретил Свою мать. На этом перекрестке Симон Кириньянин разделил с Господом бремя и понес крест, под тяжестью которого изнемог Сын Человеческий. Иисус оперся рукой на стену перед охлёте. Вот вмятина от его ладони. Читая путеводителя, дом построен в 14-м веке. Набожным паломникам это не покажется странно. Туристам не вообще все равно. Это шестая остановка скорбного пути, во время которой блудница Вероника утерла пот и кровь с лица Спасителя и стала святой. В уме я понимаю, что путь, по которому я иду, исторически недостоверен и в основном придуман в 18-м веке. На этом месте Мессии упал во второй раз. Путеводитель бесстрастно сообщает, что Вея Долороса – это лишь традиционно сложившийся маршрут. Несмотря на это, все 14 таких остановок Христа признаны от лица Церкви священными, то есть канонизированы. Иисус с этого места проповедовал женщинам – «Не по мне плачьте, дочери Иерусалимские, а по себе и своим детям». Стоп! Что значит «канонизированы»? Мне важно знать, где проходит истинный крестный путь. Или это никому неинтересно? Место, где Христос упал в последний раз. За этим порогом Его Голгофа – смерть и воскресение. Последние пять остановок находятся в храме над гробом Господням. Солнце еще не успело приблизиться к своей наивысшей точке, но уже палит тут с какой-то необыкновенную яростью. Город плавится, в голове раскаленная лава, все время хочется пить. Действительно ли это место распятия? И найденная рядом гробница настоящая? Или это лишь трехмерная икона, образ, проводник к самому великому таинству? Господь один то ведает. Археологических или каких-то других доказательств нет. Есть только одно свидетельство – ежегодно, на Пасху. Для многих другого не надо. Огонь не сходит на плиту гроба Господня, горит и не обжигает. И весь этот камень покрыт огнем. Это надо видеть. Я тоже сомневался, пока не увидел сам. Горит огонь, и все умываются дивно. Камень весь сплошь покрыт огнем, и копоти нет, и не обжигает, просто горит огонь, и все. Но как быть с тем, что сама плита, на которой проявляется чудо, положена сюда лишь в 16 веке? А в 1204 году плита, также называемая гроб Господень, была похищена из Константинополя. Если это один и тот же камень, то где он странствовал 3,5 века. Исходил ли на него огонь, когда он был в Царьграде? Бог в силе творит чудеса во всяком месте. Или только там, где посчитает его престол? Единственный из 12 апостолов Иоанн не принял смерть во имя Христа. Но обстоятельства его смерти необычны, даже, можно сказать, загадочны. По расстоянию апостола, его закопали живым. Ему закопали живым. И было ему тогда больше страдать. Закопали ночью не лютые враги, а самые близкие ученики. А утром они же зачем-то разрыли свежую могилу. Она оказалась пустой. С той поры, в ночь на 21 мая, над этим местом люди видели не раз свечение огня, голубоватого цвета. Девять столетий назад новгородский монах Чернец зрел это чудо и даже собрался над гроби и пепел, который материализовался на его глазах, о чем записал в своем дневнике, дошедшем до нас, как хождение игумена Даниила. Все, что мне было нужно, так это оказаться на могиле Иоанна именно в ночь на 21 мая. Казалось, что проще. Я читал где-то, что мусульмане почитают апостолов коварными злодеями, исказившими Инжиль, настоящую книгу Иисуса. И в Коране они даже не упомянуты, как посланники Аллаха. К моему удивлению, могилу святого Иоанна, одного из них, турки сторожили с ревностью янычар. Я работаю тут 20 лет и ни разу свечение не видел. Менторским тоном отказал мне директор музея. Некоторые приезжают сюда за сказками. Нечего вам здесь делать ночью. Нет, еще раз нет. Никогда не доверяйте людям с серьезным выражением лица. Все самые большие глупости на земле совершались именно с таким лицом. Так говорил тот самый Мюнхгаузен в одноименном фильме. На слово я директору не поверил. Потому и пришел сюда под покровом ночи, дабы тайно проникнуть на разваленные базилики святого Иоанна, охраняемые им как секретный объект. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Попасть за высокие стены оказалось куда сложнее, чем я думал. Кругом камеры, собаки, колючка, прожектора. На одном древнем камне арабской вязью вырезаны слова турецкого султана. Кто посягнет на христианские святыни, у того будет отрублена голова. Теперь другие времена. И султанов нет, и головы с плеч долой не летят. Но кое-что осталось незыблемым. Восточное серебролюбие. Я решился на подкуп ночного директора, сторожа музея. Томительно тянулись часы у парадных ворот. В ожидании чуда мне вспомнилась поездка на прошлое Рождество. Город Чинай, Южная Индия, кафедральный собор над могилой апостола Фомбы. Многие не поверят. Но в языческой Индии, Бог знает где, маленький кусочек его мизинца сохраняется как реликвия. А здесь, в колыбели христианства, могила есть, а мощей нет, не косточки. И не кого-нибудь, а любимого ученика Христа, основоположника веры, апостола любви. И это при том, что нетленные мощи других апостолов хорошо известны церкви. Да, останки святого Иоанна не обретены, могила пуста. Это даже не могила, а скорее мемориал. Памятное место, где он прибыл короткое время и откуда он шагнул в бессмертие. А поводом к тому послужили слова, сказанные Иисусом. На вопрос апостола Петра, что будет с его любимым Иоанном, он ответил. Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду второй раз, что тебе до того? Ты иди за мной. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти. Симон, 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 Петр, и ты спишь. Не мог ты бодрствовать один час. Недолгим был мой сон предрассветный. А сторож Басурман ворота мне так и не отворил. Мир его дома. Музей открывается в 8.10. В 8.13 вот мой билет. Я успел войти первым, едва опередив толпу утренних зевак. Сияние благодатного огня я не увидел. Но все же мое ночное бдение было не напрасным. Теперь я смогу собрать немного священного пепла, пока его не затоптали непосвященные. Увы, и это моя надежда не оправдалась. Наверное, это надо заслужить, свидетельствовать настоящее чудо. Как ни странно, но на вопрос, смогла ли произойти встреча богослова и Авраамя на самом деле, или это вымысел, и Новый Завет, и Новая Хронология, два антагонистических учения дают утвердительный ответ. Да, могла. Автор Новой Хронологии разрешает временной парадокс с тем, что сдвигает годы жизни апостола на тысячи лет ближе к XI веку, делая двух святых современниками. А Новый Завет в каждой строчке, на каждой странице пропитан чудесами Христовыми. И потому продление жизни апостолу до второго пришествия – это одно из них. Получается, к моменту встречи наишне апостолу было около тысячи лет. Для нас сто лет здоровой жизни уже запредельная мечта, и поверить в нее труднее, чем в идее Фоменка. А тут тысяча-две. Одному свидетелю поверен основу – Иоанну. И то, когда поговорю с ним лично. Повезло же Аврааме встретить его на пути. Я улетел в отпуск, в Стамбул. Найти дом богослова там, где его не могло быть по определению. Русские шли на святую землю протаренной дорожкой через Крым и Царьград. С заходом на острова Патмос и Крит. До конечного пункта – Иерусалим. Я, грешный Стефан из Великого Новгорода, со своими восьми спутниками, пришел в Царьград поклониться святым местам. И приложиться к мощам святых в соборе Святой Софии. И это на страстную, на самую главную неделю. Паломники, ни капли не сожалея, пришли не в Иерусалима в Царьград. Странно. Игумен Даниил, тот самый чернец, что собрал чудесный пепел в Афесе, тот тоже прибыл сперва сюда же. А вот Добрыня Ядрейкович, купец из Новгорода, не просто побывал, но и вывез на родину гроб Господень. Ходи в Царьград и принеси с собой из-за Царяграда гроб Господень. На Русь из разоренного крестоносцами Царьграда вывезли великую святыню, на которой по преданию ангелам начертан лик спасителей, на которую исходит с неба пасхальный огонь. Это сенсация? Нет. Речь идет о мерной веревке с двумя узелками длина и ширина плиты. Очарованные странники, возвращаясь, носили на поясе такую мерку, как отличительный знак паломника. Так что Авраами был не единственным, кто искал вдохновение в Царьграде. Все дошедшие до нас хождения упорно вели своих героев на Босфору. Русских почему-то устраивало такое положение святынь в близком Константинополе, а не в далеком Иерусалиме. В отличие от европейцев-латинян. КОНЕЦ Главные христианские святыни переместились с востока на запад. В Венецию, в Ватикан, в Англию, во Францию, но точно не в Палестину. А что еще было похищено из Константинополя? Да практически все, что свидетельствует о земной жизни спасителя и его апостолов. А как они вообще оказались в Царьграде? Можно сказать, чудесным образом. Святой императрице Елене в видениях открылось место, где надо копать. Так был найден крест распятия и многое другое. Потом все это импортировали из далекой Палестины византийские императоры, спасая от Босурма. Такова общепринятая версия. Николай Морозов, ученый-энциклопедист, отец альтернативной истории, возражает. Все эти артефакты изначально находились там, где им положено быть, на месте евангельских событий в Царьграде. Согласно Морозову, Иерусалим, по-русски город мира, это не собственное имя, а нарицательное – Стольный Град. Место престола Бога и трона его наместника. С таким статусом столиц в истории Средиземноморья было не менее трех. В евангельские времена таким и Иерусалимом был город на Босфоре. Вспомним, на Руси с Первостольным Градом был Киев, потом Стольным Градом стала Москва, потом Петербург и снова Москва. Против Морозова – почетного академика Академии наук и религия, и политика, и наука. Инакомыслие ими преследуется, а меры пресечения варьируются. От сожжения на костре книг до распятия и сожжения авторов. В пользу Морозова правильно понятая им логика земных правителей. Страсть доминировать над миром заставляла их или завоевать самый великий царь Град, или выстроить себе свой Иерусалим в чистом поле, или объявить Римом город исторически не являющийся таковым. Ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Так, при Иване Грозном, Москва претендовала на статус Третьего Рима. Его преемник Борис Годунов перестраивал Москву как Второй Иерусалим. Например, церковь Вознесения в Коломенском – это символ Елеонской горы, с которой вознесся Христос. Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие на Святую Землю. Храм Воскресения Христова, гора Фавор, Гевсиманский сад, река Иордан – все это можно посетить, не покидая Родины. Целый комплекс святых Палестины во всей полноте их благодати развернулся всего в 60 километрах от Москвы. Вы увидите Воскресенский Новый Иерусалимский монастырь, созданный в 1636 году по запову патриарха Никона как образ Святой Земли. Здесь все свое, домашнее. И голгофы, и камень помазания, и кубуклия, и плита над гробами. Я не создаю и не повторяю того Иерусалима, который на Земле, но я создаю икону Нового Иерусалима, говорил патриарх Никон, архитектор Нового, а точнее, Последнего Иерусалима. Что он замышлял? Коммерческий проект, позволивший не выпускать из рук деньги паломников? Или сакральный объект, тайна которого еще не раскрыта? Московский патриарх Никон был изгнан царем из Третьего Рима и построил Второй Иерусалим. А вот патриархов иерусалимских никто никуда не изгонял. Жили они в столице по своей воле. Сперва в Константинополе, позже в Стамбуле. И лишь совсем недавно перебрались в провинциальную Палестину. Существует множество и других косвенных аргументов за то, что дом евангелиста мог быть и на Босфоре. Но не православные, не католические источники дом или хотя бы церквушку с его именем не поминают даже при разорении Константинополя. Поиски зашли в тупик. Не совсем. Есть особый пример. По ней нужно искать этот дом, в котором любящий ученик исполнил особое поручение любимого учителя. На последнем земном ужине Христа Иоанн возлежал на его груди, припав к самому сердцу. Ближе к Богу места и нет. Именно Ему Иисус уже с креста на Голгофе наказал заботу о Богородице. Вот мать твоя. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Верный своему слову апостол любви пребывает с Девой Марией вплоть до ее успеха. ПЕСНЯ Весть о предстоящей кончине Богородицы разнеслась по Иерусалиму и далеко от креста. Толпы народа стекались отовсюду к дому Иоанна Богослова. ПЕСНЯ Захотела она проститься с апостолами своего сына. И волей Божией они были перенесены в Иерусалим с разных концов света. Сойдя прямо с облака, они встретились в доме Иоанна у изголовья матери мира. В последний раз все вместе. ПЕСНЯ Путеводитель по старому городу уверяет, что дом Богослова находился где-то здесь, за высокими современными стенами аббатства. До X века на этом месте стояла какая-то базилика, разрушенная сарацинами. Вновь ее возвели крестоносцы лишь к началу XIII века. Короче, не было дома апостола в Иерусалиме во времена Авраамия. И правильно, что он не пошел искать его здесь. А если не в Иерусалиме, не в Царьграде, то где? В городе которого нет. Но он был и есть на карте Нового Завета. Когда Рим был еще поселком городского типа, Эфес уже был мегаполисом. До нашей эры им владел царь, которого поминают всякий раз, говоря, богат как крест. Это он перестроил храм Артемиды, а Герострад сжег это чудо света, мечтая, если не о вечной жизни, так хоть о вечной славе. В апостольские времена Эфес был вторым по значимости городом империи и первым в Малой Азии. Само собой, апостолы никак не могли обойти его жителей проповедью. Например, апостол Павел основал здесь свою школу. В Эфесе было записано Евангелие от Иоанна, а Мария только не Дева, а Магдалина закончила свою земную жизнь и была погребена тоже здесь. Недалеко от Эфеса, в живописном месте в горах, находится небольшой каменный домик, где по преданию провела свои последние годы жизни Дева Мария. Спустя четыре года после распятия сына, Пречистая Дева Мария и апостол Иоанн прибыли в Эфес. Летом 1891 года сюда поднялась экспедиция всего в несколько человек. Они обнаружили остатки небольшой церквушки. Дальнейшие раскопки показали постройка примерно 11-13 века нашей эры. Ну и что? В Турции, где ни капни, везде поздняя Византия. Если бы не одно «но». И это место, и сам храм, и даже вид окрестностей полностью совпали с описанием, сделанным немкой Анной Катариной Эмерик, которая за стены монастыря своего не выходила и в Турции уж точно не была. Блаженный Эмерик, подобно святой Елене, в видениях открылась это место, где надо копать. Сперва нашли фундамент, часть кирпичной кладки. Потом восстановили стены и алтарь. Позже, уже можно сказать в наше время, сам Папа Римский молился в этом доме. Этим фактом Ватикан как бы неофициально признал это место святыней. Такова вкратце история чудесного обретения. Хотя здесь и до приезда Святейшего находились целения многие страждущие. Недалеко от домика Девы Марии находится святое источник, которое исцеляет многие человеческие недуги. Могилу Девы Марии обнаруживать не стали. Хотя ясновидящая Эмерик указывала точное место в 500 метрах от дома. Так спокойнее и объяснять ничего не надо. А вот дом Богородицы открыли для посещения. Предприимчивые турки объявили его музеем и берут теперь плату за вход. По 5 евро с человеком. Торговцы делают деньги повсюду. Любые руины – это доходные точки. Легенды и мифы продвигают продажи. А различные вероучения – это розничный ассортимент на рынке духовности. Только истина для них не ликвид. А все остальное продается с одного прилавка. Иконки, семисвечники и Коран. Сомнительно, что этот новодел и есть дом Иоанна Богослова. И хотя фундамент, на котором его построили, надежно датируется первым веком, но утверждение, что это именно тот дом, основан на словах блаженной монашки, и активно пиарится торговцами-сувенирами. Версии о том, что базилика святого Иоанна в Эфесе и есть этот дом, тоже не выдерживает элементарной критики. Так как в 7 веке она была разрушена землетрясением и никогда не восстанавливалась заново. Так и заблудиться недолго. Вопреки здравому смыслу, Дева Мария пребывала в последние дни сразу и в Иерусалиме, и в Эфесе, но вместе с Иоанном и в его доме, в несуществовавшем тогда Царьграде. Что-то не так с географией памятных мест. Апостол живет в пригороде Эфеса и проповедует здесь, в его окрестностях. Это очень далеко от Рима. И вдруг его бродягу, вовсе не лидера древней аль-каиды, по именному повелению доставили в столицу, судили, пытали в личном присутствии Цезаря. А его ссылка на Патмос вообще странное наказание, практически домой вернули. Сослали бы на север, но не в Грецию, а в Курру. Что это за круиз такой? В общем, одни вопросы. Ответы только у самого Иоанна. Полвека, срок немалый, отбыл он на Патмосе. И не по приговору, а по своей воле, послушной слову любящего его учителя. Тебе придется много пострадать, и ты будешь изгнан на один остров, который весьма нуждается в тебе. Когда раздвое апостол и его спутник Прохор укрылись в пещере на вершине горы. Загремел гром, земля заколебалась, и свод грота раскололся на три части. Прохор в страхе пал на колени, а когда пришел в себя, то ничего не слышал, но смог записать то, что диктовал ему погруженный в диалог с Богом апостолом. Я есть Альфа и Омега. Начало и конец. Я есть Альфа и Омега. Начало и конец. Так Бог обратился к своему тайнозрителю Иоанну, а через него и ко всему человечеству. Я есть, и никто другой. Святой Иоанн Богослов, один из двенадцати апостолов Христа, прибыл на остров Патмос из Эфеса, где проповедовал учение Иисуса Христа, за что, собственно, и был сослан сюда императором Доминицианом. Пещера Апокалипсиса, где он жил и молился, сохранилась в своем настоящем виде. В одно из воскресений, во время молитвы, свод пещеры не выдержал и раскололся на три части. И тогда, из глубины этой трещины, Иоанн услышал голос Бога. Это каменный аналой, где Прохор записывал то, что говорил его учитель. Здесь, положив голову в это углубление, отдыхал вдохновленный Иоанн. А в эту маленькую ямку святой Иоанн клал ладонь, поднимаясь со своего ложа. Был он уже в весьма преклонных годах. Эта пещера, ее свод и стены, помнит его голос. А каменная ложа еще хранит тепло его тела. Похоже, что дом Богослова, или, по крайней мере, достоверное место, где он жил долгое время, я нашел. Здесь Бог говорил с человеком в последний, перед вторым пришествием раз. Отсюда Иоанн узрел небесный Иерусалим, город царь Аслава. Не этот ли царь Град искал старец Аврааме? Говорил ему незнакомец, и слова его можно понять так. Пойдешь на царь Град, там сыщешь дорогу к дому Богослова, где и обретешь силу от небесного царь Града. И далось бы ему по заслуге. Но встретил он бессмертного в самом начале пути, под Ростовом. Будучи исполненным любви, Иоанн был беспощаден к старым идолам и к врагам новой веры. Проявил он себя и на Патмосе. Разрушил храм Бахуса, например. Довелось ему помериться с силой и с местным авторитетом по имени Кенопс. В первом веке от Рождества Христова на острове Патмос жил очень могущественный маг, имя которого было Кенопс. В переводе с древнегреческого языка это означает «собачье лицо». Кенопс мог воскрешать утопление. Чародей нырял в море и выводил из пучины уже не людей, а злобных зонтей. Иоанн, учивший островитян любви к истине, был для Кенопса врагом. Повелитель зла то посылал бесов апостолу на погибель, то вселял их в людей ему во искушение. Только зря он все это затеял. Апостол разрушил все его чары, и тогда Кенопс пошел на апостола сам. Похваляясь силой бесовской, он погрузился в пучину. Сын Громов, он же кроткий Иоанн, просто перекрестил воду. Кенопс не смог выйти, и весь как был, татаном. В Греции считается, что если в таверне тебе подали жареного осьминога невкусного, значит, его выловили у Кенопса. Этого осьминога точно поймали не у Кенопса. Греки показывают паломникам на скалы и говорят, это голова и туловище Кенопса, ставшего камнем. Забавно, но показывают они каждый раз разные скалы. Историческое, даже знаковое место на острове Патмоса. Именно здесь Иоанн Богослов крестил жителей острова. Выходит, Авраамий в Ростове делал все то же, что и апостол на Патмосе. Только на тысячу лет позже. Крестил язычников, рушил идолы, гонял бесов. Но имеется и немаловажное отличие. На Патмосе не упомянут посох ни разу за 40 лет ссылки. Вопреки словам самого Иоанна из Апокалипсиса. И дана мне трость, подобная жезлу. Зато он поминается в известной русской былинике. По пути в Царьград Илья Муромец получил от старца по имени Иванище клюку сорокопудовую на одоление идолище. Иванище – это исполин духа богослов. Идолище – идол Велеса. Муромец – это аллюзия Авраамия Ростовского. Кто позаимствовал сюжет? Монахи, убыленников или наоборот? Или это современным языком говоря крос-пиар? На Патмосе Иоанн оставил еще один неизгладимый след. Редко встретишь столь вежливых, излучающих свет людей. В их глазах доверие и любовь. Вот земля, где все счастливы. Невинная, чистая земля. Эгейский Иерусалим или Царьград на Патмосе. Когда я покидал остров, Киперяхты показал мне, куда был упрятан Кенопс до поры до времени. Вот это место под этим бакеном, напомнившим мне печать. Когда Иоанн вернулся из ссылки, у него не осталось ни друзей юности, ни близких, ни родных. Вторая волна христиан, ученики учеников, боготворили его, он стал их кумиром. Последний самовидец Христа, герой сопротивления Риму, его образ обрел ореол сверхъестественной личности полубога. Не сотвори себе кумира. Он, всю жизнь разрушавший идолы, сам обстал. Для них, едва прозревших от духовной слепоты, он пишет свое Евангелие, дабы не впадали они вновь во тьму суеверий и культов личностей. Он не просто вспоминает события из жизни рядом со Спасителем. Его книга полна мудрости и любви к истине. И написана она глубоким старцем с вечным молодой душой. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Имел жизнь вечную. Это не метафора, а прямое указание на реальность бессмертия человека. Из текста его Евангелия ясно, что на момент написания автор и сам не знал, как долго предстоит ему жить. Поэтому он смягчает приговор Всевышнего Судьи. Иисус не сказал ему, что не умрет, но... Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Прости меня, Господи, но мне как раз очень сильно до того. Я уже не могу остановиться на полпути, не любопытство ради, а потому что, зная то, что мне довелось узнать, я обязан продолжать поиски этого человека. Иоанн покинул свою могилу, оставив в ней прежнюю жизнь. Авторитет боговица, толпа почитателей, верного спутника Прохора, с которым не разлучался полвека. И даже имя святой Иоанн он оставил на могильном камне. Еще один мертвый кумир был им повержен, а он воплотил, ушел никем в никуда. Его одолевает старческая немощь, и он не видит конца своим страданиям. И какой бы счастливой ни была его юность, ему не позавидуешь. Любящий учитель обрек его на вечные муки. Нелепо и как-то не по-христиански. Это стоит того, чтобы разобраться. Существует параллельная легенда. Родина ее – Латинская Европа. Герой ее также бессмертен. Он проклят и свят. Это он ударил Христа перед Голгофой со словами «Иди, что медлишь». Спаситель шепнул ему «Я-то пойду, а ты дождешься моего возвращения». И с тех пор носит его по свету и помнит его под многими именами. В Италии – Иоаннус Бутадеус, по-русски «Иоанн, ударивший Бога». В Испании – Хуан де Вота Адиос, Хуан – преданный Богу. В Португалии – Жоанн Эспер Эмдиос, Жоанн – надежда на Бога. Во Франции – Жоанн де Темпера Бью, Жоанн, вечно известный еще как оруженосец Карла Великого. В Германии – Агасфер, в переводе «возлюбленный», был окрещен как Иоанн. Первым о встрече с ним рассказал один архиепископ из Армении в 1228 году. В XIII-XV веках его встречают в Италии уже в нескольких городах – Форли, Борго-Сан-Лоренцо, Веченции, Тоскани, во Флоренции и Сиене. Заметь, в эти же годы появилось житие Авраамия, где поминается тысячелетний апостол. В XVI веке его видели в Богемии, в Гаморге, в Испании, Австрии. Из Европы он якобы собирался на Русь. И везде его боятся, хотя он и не творит зла, а проповедует Христа среди суеверных и пугливых европейцев. В хронике города Любек за 1603 год сохранилась запись, сделанная бургомистром. Минувшего года, 14 января, в Любеке появился известный бессмертный еврей, которого Христос, идея на распятие, обрек на искупление. Эта запись толкуется, как явно негативная. Но известный бессмертный, это и про богословы, можно сказать. А обрек на искупление, так и сам Спаситель шел на крест на искупление, не своих грехов. Похоже, корень у двух легенд общий. И никакие они не параллельны и начинаются из одной точки, с горы Голгофа. Почему тогда жизнь вечная в глазах людей со временем превратилась в проклятие и наказание? Я считаю, вечная жизнь – это проклятие. Если даже диалетически допустить, что человек может жить вечно, это большое проклятие. Я вам скажу, что на Земле очень много бессмертных людей. А бессмертными называют тех, кто пережил всех, с кем он рос, воспитывался, проводил молодость и старел. И смысл его жизни уже с новыми поколениями, я думаю, что составляет минимальную радость для него. Если этому не придать какую-нибудь божественную миссию, которая вручена и которую человек, выполняя, никогда не стареет. Может быть, такое можно допустить теоретически. О, как я плакал, как вопил, как дико роптал, как злобствовал, как проклинал, как ненавидел жизнь, как страстно невнемлющую смерть любил. В поэме Агасфер Жуковский рисует встречу двух Иоаннов, двух вечных странников. Иоанн святой отпускает грех Иоанну проклятому и крестит его на острове Патмос. И именем того, кто нам один, дает надежду, веру и любовь, мой страшного отчаяния удел преобразил в удел святого мира. Если в начале бессмертия это форма наказания, то в финале поэмы зло побеждено всепрощающей любовью того, кто обрек на страдания темного героя в ответ на молитвы светлого. Поэт романтизирует идеи вечной жизни, но на то он и поэт. Так что такое бессмертие? Вечная старость или бесконечная молодость? Наказание или дар Божий? Миф, реальность или технология будущего? Вопрос бессмертия – это вопрос технологии на самом деле. Если мы можем этот процесс старения остановить на какой-то стадии, тогда можно обеспечить физическое бессмертие тоже. Вот я в этом верю. Молодость – это и есть бессмертие. То есть продлить на эту молодость, тогда бессмертие автоматически обеспечится. Вопрос, если стоит, что был ли вообще, или будет ли такой человек, как Иоанна, я таких уже несколько увидел. Поэтому я верю, что так может быть. Почему? Потому что у них, если миссия есть такая, они будут учить. Я видел йогу, которому 280 лет. В начале учения в rebuildingстри 쓰л the положение. уrywка не изменяет ничего с мужа не зависит. Наспределяёт свой мозог, он будет уже все здесь. Бодки могут быть изменены, в любом состоянии вашу организацию к себе их изменяется, систему своих генетических системы тоже могут быть изменены. Вы можете сделать podría-то ум designer, вы можете сделать мнение неизбежable, это возможно, потому что у нас есть инфекция научных вопросов. Ассантастины с природной ассоцией, Продолжение следует... Если вы идите в Израиль, и в Моунтан из Израиля вы увидите, что это было полным жоги. В джейсовом времени, слишком много жоги были там. Кто-то узнает, кто-то чувствует, что Маси Хаи пришло. Они были очень хорошими жоги. Вы должны понимать, что у вас слишком много жоги в Алтайе. Если такой человек есть, его надо искать в горах. Я так думаю. Может быть, в Алтае, может быть, в Ямалае. В Сакагаре другое давление, которое при определенной адаптации очень хорошо действует на сердечно-сосудистую систему. А учитывая, что сердечно-сосудистая система является базисом организма, никуда от этого не деться, то считайте, что это все действует на все органы тела. Хорошо, позитивно. Удлиняет срок действия, будем так говорить. Мне дали бы, если бы человека с начальной стадии атеросклероза коронарных артерий, я бы его за год вылечил без операции, при условии, что нас бы подняли, как бы они в Швейцарии, в Монтрё, и я бы индивидуально занимался каждым его днем. Я вас уверяю, я его привез бы через год с эффектом равнозначным аортокоронарному шунтированию. Но у кого есть на это деньги, у того нет времени и терпения. А у кого есть терпение, у того нет денег. Мой отпуск давно закончился. Очень мне довелось побывать на Алтае. Что если Иоанн и вправду где-то здесь? Как найти его посреди этой безумной красоты? Я постарался отождествить себя с ним, представить, куда бы я пошел, что бы делал. Как вдруг волна нечаянной радости накрыла меня с головой. Сама мысль о жизни без страха смерти была чудотворной. Но вскоре пьянящий прилив гормонов счастья иссяк. Блестят алмазными струями Там, где с черными вровями Она растет не для меня Там, где с черными вровями Она растет не для меня Мне с юных лет внушали. Спеши, дается только одна попытка и совсем немного времени. После смерти избранные попадут в рай, а более избранные еще при жизни. Рай – это и цель, это и смысл жизни. Теперь для меня все изменилось. Бессмертие. Пришло бессмертие. В омут безысходности погружает булгаков своего пилата перед галкуфри. Поплыла какая-то багровая гуща. В ней закачались водоросли и двинулись куда-то. А вместе с ними двинулся и сам пилат. Теперь его уносил, удушая и обжигая самый страшный гнев. Гнев бессилия. Так какие радости в бессмертии? Расспросить бу самого апостола, когда он явит себя миром. Глупцы ему не поверят умники, закроют его в дурку. Сильные миры сего захотят убрать, для них он опасен. Как вспышка мелькнула, погасла и осталась смутной догадка. Он скрывает себя, живя тайно, меняя имена и страны, и сострадание к нам, несчастным, чтобы не мучить и не свести нас с ума. Его бессмертие обесценивает всякий смысл праздного бытия. В истории и вообще, и в русской в частности, есть многократно повторяющийся сюжет. Откуда невесть появляется человек и совершает поступки, выходящие за рамки обыденности, а потом уходит в никуда. Любопытная ваша версия, и она навеяна, наверное, вашим пребыванием в Индии. Я читал, нашли там человека, который на санскрите говорит. Вот, и говорит, что ему пять тысяч лет. Вокруг преобладают слова явно тюркского происхождения. Чимал, Тешантам, Анжирок. И вдруг посреди алтайского анклава греческое название «остров Патмос», неразрывно связанное с именем Иоанна Богослова. А Патмос, потому что вот этот храм Иоанна Богослова, его на берегу поставил ермонах Иоанн, в честь своего святителя. Кстати, его судьба прослеживается, он в знаменском монастыре почил в Иркутске. Но это все версия. Ему известно истина, а мы ищем правду. От современного алтайского отшельника я узнал. Когда-то давно жил тут человек по имени Иоанн. Крылатая птица православия к тому времени уже парила над Алтаем. Он поставил храм, который люди прозвали именем Богослова. Потом он ушел. И все, больше о нем ничего доподлинно неизвестно. Есть только легенда. Однажды одному из евангелистов, чей символ орел, пригрезились два храма и оба над водой. Один на Средиземном море, другой здесь, на другом конце земли, над рекой Катунь. Бог приходил уже в этот мир в виде огня, троих ангелов и облака. Но кто слышал его? Далеко не все. Вот и в пещере на греческом Патмосе были двое, а истина открылась лишь одному. Все просто. Душа второго трепетала в страхе, потому он не услышал главное. Бог есть любовь, боящийся, несовершенен в любви. Иоанн, исполненный любви, страха не ведает. И это то, что отличает его от нас. Иной и живет правильно, и заповеди соблюдает, а в душе страх и тоска смертная. Любовь обессмертила Иоанна. Мир проходит, а он пребывает вовек. Если суждено пророчеству сбыться, кто возвестит миру, что время его пришло, и кто поверит ему? Убитому на Голгофе и воскресшему мир поверил, не сразу не поверил. Поверит и его апостолу, любовью победившему смерть во второй раз. В наши лицемерные и окаянные дни пожалует только ему. Может, в этом и состоит промысел Божий. Сохранить его до поры до времени, когда чудеса прогресса позволят любому свободно связываться с любым, минуя всякую цензуру и иерархию. И тогда Иоанн явит себя на экранах бесчисленных мониторов, и каждый второй услышит голос истины. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. КОНЕЦ 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 Редактор субтитров А.Семкин